С каждым годом увеличивается количество транспорта на наших дорогах. Возрастающая интенсивность движения – один из факторов, влияющих на число аварий. Предупреждением дорожно-транспортных происшествий и снижением тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан занимается отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Славянскому району. Его начальник Олег Ложаев рассказал нам о ситуации с аварийностью на дорогах муниципалитета. За прошедший период 2020 года на территории Славянского района произошло 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых 18 человек погибли и 196 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами автоаварии явились несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и неправильный выбор дистанции. С участием пешеходов в текущем году произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 13 получили ранения, четверо из которых – дети. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. А самое страшное – это когда в таких происшествиях страдают дети. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы надеждей вашего ребенка были световозвращающие элементы. Они сделают его заметным для водителей транспортных средств в темное время суток. Не забывайте, что личный пример учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других детей. Не нарушайте сами и не оставайтесь равнодушными, если увидите, что нарушают дети. Продолжение следует...